19 мая в России отметили уже неофициальный праздник День Пионерии. Пионерская организация возникла на заре создания Советского Союза. За несколько месяцев до официального распада страны прекратила свое существование. Через нее прошли миллионы советских граждан. Роль пионерии в их жизни невозможно переоценить. Последним пионерам Советского Союза сейчас под 40. Впрочем, энтузиасты, поддерживающие идеи, есть и сейчас. Но современные пионерские отряды, отдельные маленькие группы. Современной формой движения сегодня стала юная армия и Всероссийское движение школьников. Получилось ли у них занять эту нишу, пытался разобраться Сергей Крабков. Я, Сергей Крабков, вступаю в ряды Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина. Перед лицом своих товарищей торжественно обещаю. Горячо любить свою родину. Жить, учиться и бороться, как завещал Великим Ленин. Как учат коммунистическая партия. Последний раз эту клятву школьники Советского Союза произносили 30 лет назад. А 28 сентября 1991 года пионерская организация прекратила свое существование. А еще через три месяца не стало и страны, в которой почти 70 лет существовало самое массовое в истории детско-подростковое движение. Которое по сей день удивляет не только масштабом охвата, но и совершенно искренней любовью и преданностью идеалам, которые пионерия провозглашала. Хотя потребность в этом у детей есть и сейчас. Детям действительно интересно. Дети говорят, вот бы нам сейчас, пионерскую организацию, мы, наверное, были бы заняты чем-то интересным, а не гаджетами. Бывает и такое. История пионерского движения – часть экспозиции школьного музея, которым руководит Татьяна Ульрих. И по ее словам, дети живо интересуются этой частью истории. Кроме атрибутики, много вопросов вызывает смысл пионерского движения. Почему их сверстники вели себя так, а не иначе? Откуда, например, взялись пионеры-герои? Подростки в 13-14 лет, заслужившие звание Героев Советского Союза? Или ставшие героями социалистического труда, перевыполнив взрослую норму в несколько раз? Мы спросили тех школьников, что уже бывали в музее. Хотели бы они стать пионерами и почему? Старается делать что-то, что интересно мне, но при чем использовать для других? Потому что я хочу помогать людям и сделать что-то полезное. Мне кажется, если бы сейчас была пионерская организация, то все дети были бы намного спокойны, образованы и знали, что плохо и что хорошо. Дети плохо понимают, что такое идеология, но зато они прекрасно чувствуют настоящие ценности – добро, преданность, следование высоким моральным идеалам. Ну и, конечно, им хочется принадлежать к некому сообществу, быть частью чего-то большего. В 90-е возникло множество неформальных организаций, стремившихся заполучить детские сердца. Не все из них были, скажем так, конструктивными. И региональным властям приходилось самим решать этот вопрос. И вот тогда, в тот период времени, в 90-е начали появляться иные общественные объединения детские. Вот у нас здесь появилась «Ребятчья республика». Я была одним из тех, кто это движение развивал, придумывал, наполнял различными смыслами в соответствии с тем временем, в котором мы жили. И мне кажется, что оно живо продолжает жить. И появились какие-то другие общественные движения, детские общественные движения, которые тоже неплохо существуют. Поэтому они, например, идут в юноармию, которая появилась 4 года назад. Хотя в этом есть изрядная доля военной романтики. Дело не только в ней. До того, как они выпускаются из школы, никто еще ни разу не попросился, чтобы его там убрали с юноармии. Еще что-то. Выйти никто не хочет. Прийти хотят, выйти не хотят. От общего числа учеников школы юноармейцы не занимают и десятой части. В 1922-м, когда зародилось пионерское движение, пионеров было 3000. Через 10 лет уже 6 миллионов. В середине 80-х более 23 миллионов. Согласно статистике, пионеры собирали более полутора миллионов тонн макулатуры в год. У пионеров были свои дворцы, лагеря, своя газета с самым большим ВССР-тиражом и радиопередача. Безусловно, в пионерском движении велика была роль коммунистической идеологии. Однако большинство детей воспринимало это, скорее, как малоинтересное и неизбежное зло. Гораздо главнее были пионерские слеты, лагеря, зарницы, сборы металлолома и макулатуры. А еще то, чего так не хватает современным школьникам. Ощущение принадлежности к чему-то большому и важному. К многомиллионному братству, которое на призыв «Будь готов!» всегда отвечало. Всегда готов. Сергей Коробков, Григорий Апанасюк, телекомпания «Югра». Специально для «Больше чем новости». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова